Приветствую друзья! Сегодня я предлагаю поговорить о достаточно недорогом стационарном ЦАПе FX Audio DAC SQ5, базируется который на уважаемом среди ценителей звука чипе PCM1794A, за USB отвечает Bravo SA9027, а в качестве ресивера используется небезызвестный AKM AK4113. Ну и на сладкой, производитель сделал все ключевые операционные усилители здесь сменными, хотя даже в базовом исполнении их подбор внушает уважение. Это два LME 49720 и OPPO 2604 на выходе. Довольно крутой список комплектующих, как для своего класса, согласитесь. При этом производитель не стал вставлять сюда никаких дополнительных функций, только ЦАП и ничего лишнего. Собственно о нем сегодня говорим, поехали. Упаковка представляет из себя стандартный такой универсальный коробок из переработанного картона. Внутри мы находим, конечно же, комплект документации, импульсный блок питания на 12В1А и полутораметровый вот такой вот синий USB кабель. Сам аппарат полностью выполнен из металла и надежно фиксируется на столе при помощи четырех прорезиненных ножек. Выходов у него целых три. Это классический уже набор из USB, оптики и коаксиал. А вот вывод звука, как видите, исключительно идет на линейный RCA выход. С передней же стороны располагается многофункциональная кнопка, которая длинным нажатием включает устройство, а коротким нажатием переключает входы. Маленький такой индикаторный светодиод и старый добрый синий дисплей с обозначением активного входа и выхода. Уровня сигнала и каких-либо настроек звучания здесь, друзья, вообще не предусмотрено. Для разбора устройства достаточно открутить вот эти четыре винта на передней части, после чего экран буквально сам выпадет вам в руки. Тянем заплатку и извлекаем ее, собственно, из корпуса. Внутри все вот ровно, как нам и обещали. ЦАП PCM 1794A, Браво SAT 9027 на USB и AKM AK4113VF в качестве ресивера. Далее находим те самые три операционника, которые установлены в кроватках. Это два LME 49720 и OPA 2604 на выходе. С последним, кстати, я экспериментировал от особенно Рьяно. В разделе звука подробненько об этом расскажу. В общем, это и все. Собирается девайс в обратном порядке. Пользоваться же устройством крайне просто. На вход подключаем источник звука, у меня, например, ноутбук по USB, а к RCA можно подключить усилитель или сразу же ваши активные мониторы. При работе ЦАП ощутимо так нагревается и, что некоторых особенно напрягает, довольно часто щелкает реле. Так и задумано, друзья, пускай щелкает. Под Windows 10 ЦАП определяется автоматически с поддержкой разрешения до 24 бит 96 кГц. Заявленные 192 кГц доступны только при подключении по оптике или к Axial. На смартфоне получаем ровно те же параметры. Драйверов для ASIO лично я не нашел, но это вовсе не значит, что их нет. Возможно, я плохо искал. Так что под Windows выбираем Wasapi, Push и Event, а на Android желательно программы с поддержкой BitPerfect режима. Впрочем, все будет работать и так на абсолютно любых приложениях и стриминговых площадках. Измерения же, снятые с DAC-SQ5, откровенно изумляют. Общая оценка отлично. Разве что частотная характеристика имеет значительный такой спад на краях диапазона. А так шумы, динамические диапазоны, даже гармонические с интермодуляционными искажениями, все находятся ниже уровня минус 100 дБ, что реально отлично. Я откровенно удивлен, это очень хорошие показатели. Звучить же ЦАП достаточно насыщенно, с неплохой проработкой, передачей нюансов и выразительностью тембров. Однако в стоке высокие мне показались немножечко рисковатыми. Установив же вместо OPPO 2604 усилитель Burson V5ID, стало уж совсем как-то музыкально и расслаблено. А D826 сделал звучание подчеркнуто собранным и приятно глубоким на низких частотах. Это уже мне понравилось куда больше. Немного грязи можно добавить при помощи откровенно дешевого TL072, а резкости посредством скоростного LM6172. Пробовал даже аудиофилский V4ID от китайцев, кстати, на удивление стало прозрачнее и шире в плане пространства. Но остановился я все-таки на OPPO 1612 и LM6542 как наиболее сбалансированных. Музыкальности у ЦАПа и так с запасом, оттого лучше его скорректировать сторону точности и нейтральности. Однако все это имеет смысл рассматривать с учетом особенностей вашего усилителя и оконечной акустики. Добавлю лишь одно, комплектный OPPO 2604 довольно сильно смещает акценты в сторону высоких частот, так что поменять этот операционник все-таки очень желательно, благо я привел целую кучу различных вариантов. И это мы еще не касались двух LME49720, которыми тоже можно дотюнить звучание под себя. Общий же характер весьма музыкальный, то есть имеет небольшую такую аналоговую теплоту, хорошо сбалансированную довольно точным ЦАПом PCM 1794A. Идеального веса, как и реалистичности, здесь, конечно же, ждать не стоит, но, как для своего класса, все очень даже прилично. Объемный текстурный бас, детальная мелодичная серединка и немного такие прижатые верха. Думаю, именно из-за этого выбор производителей пал на OPPO 2604, так он хотел немного выправить ситуацию. Да и говоря откровенно, на слух здесь все просто замечательно. Вокал ощущается чуть приближенным к слушателю, а образы строятся большими и объемными. Как следствие, сильного упора на детализацию, частоту и разделение инструментов здесь, конечно же, нет. Проработка планов тоже на каком-то очень среднем уровне. Для выслушивания каких-то мультиинструментальных партий ЦАП совсем не предназначен. А вот для джаза, рока, современной электроники или, например, популярной музыки в самый раз. Благодаря правильной массе и приятному такому теплому тону, даже паре инструментов вполне под силу заполнить все акустическое пространство целиком. А значит, мониторно-сухого или плоского звучания здесь и в помине нет. Подключив же к ЦАПу известный своей прозрачностью усилитель для наушников Topping L30 я перепробовал буквально всю свою коллекцию внутриканалок, отмечая просто превосходную совместимость героя обзора. Никакой излишней резкости, сухости или легковесности звучания. Все сочно, насыщенно и приятно слуху. Однако фанатам техничности и скорости отработки атак и затуханий такой подход, скорее всего, не понравится. Тут больше упор сделан на музыкальности и естественности. Это совершенно очевидно вообще с любыми наушниками, заточенными на скорость и техничность. Поскольку вместо ярости такой энергии звучание обретает дополнительный вес и пивучесть. Что сказать, очень интересный в своем сегменте звук с небольшим уклоном в сторону теплоты и передачей эмоций. Мне вот такое нравится. В топ и ЦАП, конечно же, не претендует, но слушается отлично. Да и операционниками можно чуток выправить подачу в любую нужную сторону. Посредством Topping L30 аппарат также показал просто прекрасный стилистический разброс. За исключением особого требования к разделению планов, высокой четкости и проработке деталей, тут герой обзора, к сожалению, пасует. Зато в таком сложном в плане отработки жанре как дедкор аппарат корректно отрисовал рычание ритм-гитары и довольно-таки хорошо подсветил мелодичность и натуральность вокала. Комфортный такой жирный звук без рези, грязи и выпячивания всяких недостатков записи. Идеально в комплект к какому-нибудь нейтральному и точному усилителю. Подводя итоги, стационарный ЦАП FX-Audio DAC-SQ5 лично меня порадовал своими измерениями и гибкой возможностью подстраивать звучание под свои собственные вкусы посредством смены операционных усилителей. По функционалу тут все предельно просто и надежно. Даже экран, на мой взгляд, тут явно лишний. Для маркировки активного входа хватило бы даже ряда из трех светодиодов. Начинка тут тоже далеко не самая свежая, но видно, что ей занимались грамотные в своей сфере люди. В общем, отличный в свою цену ЦАП, не убийца топов, но и далеко не бюджетка. По звучанию очень хочется отметить хорошую массу, выразительность и передачу эмоций. Детали тут немного смазываются, зато суммарно звук получается такой сочный и объемный. Даже чаш звучит с правильной расстановкой акцентов и подчеркиванием общей стилистической идеи. Свою цену аппарат, без сомнения, очень хорош. Вот такой вот он FX-Audio DAC-SQ5. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok